Приветствую вас до тех пор, пока вы сами не увидите проблему того, что вас окружают люди, которые предают и распускают сплетни. До тех пор, пока вы сами не увидите проблему того, что люди, окружающие вас, ну, скажем так, немножечко некорректно себя ведут. До тех пор, пока вы сами не увидите проблему в том, что у вас не получается устраивать контакт с людьми. До тех пор, пока вы сами не почувствуете, что вы не сможете жить в одиночестве и вы не сможете жить без друзей. Вот. Вот до тех пор, пока вы это не почувствуете и не начнете прорабатывать эту проблему, то есть, что заставляет вас с такими людьми сталкиваться? Почему вы, ну, если парень оказался гадом, да, то, значит, соответственно, что вы его идеализировали тогда, получается? А если вы его идеализировали, значит, в этом, за это ответственны ваши желания. Потому что, если даже предположить, что мужчина, например, был таким не всегда, если предположить, что мужчина изменился, то, значит, все равно что-то заставило его измениться, значит, нужно определить, что именно заставило его измениться. Вот. На подобные вещи, когда предают, нужно реагировать тоже немножечко по-другому, ну, по крайней мере, в вашем случае это стоит сделать. Значит, во-первых, во-первых, необходимо понять, что предатели, предатели, это люди, которые раскаиваются в том, что они сделали. Если человек не раскаивается в том, что он сделал, если человек не переживает по поводу того, что он сделал, то такой человек не является предателем. Такого человека просто были и есть свои интересы, которые он просто-напросто реализует, не более того. И то, что вы не заметили этого, не увидели этого, не поняли, что человек реализует свои какие-то желания, свои потребности и просто свои интересы защищает. Это ваше ответственность по большому счёту. И поэтому, если мы говорим о том, что нужно делать вам, то, в первую очередь, учиться выстраивать отношения с людьми не так, как вы это делали до сих пор. Я, конечно, не знаю, как именно вы это делали, потому что вы ничего об этом не рассказываете. Но я полагаю, что в любом случае, в любом случае с этим нужно разбираться, потому что очевидно, что у вас не получается. В этом случае тогда и доказывать никому ничего не придётся на самом деле. В этом случае и тогда не придётся никому ничего объяснять, потому что вы будете сами знать, кто вы, чего вы хотите, что вам нужно и так далее. Ваша мама, она хочет для вас только самого лучшего, она хочет для вас добра, она хочет для вас только хорошего и по-своему она пытается заботиться. Поэтому доказывая ей, вы по сути дел только лишь убеждаете её в том, что она права, даже если это не так. Поэтому если вы хотите, чтобы человек перестал вам навязывать свою точку зрения, перестаньте ей что-либо доказывать и перестаньте, самое главное, доказывать себе, что вам прекрасно так живётся. Не прекрасно вам так живётся, просто другого выбора сейчас у вас нет. И по-другому жить сейчас, пока что, на данный момент, вы тоже не можете. Ну, вы не можете, например, быть с друзьями, потому что они все предают и, соответственно, доверять, скорее всего, им вы тоже не можете. Соответственно, если мы говорим о доверии, то для того, чтобы доверять, нужно, опять же, чётко осознавать и соблюдать и защищать свои личные границы. Для того, чтобы это делать, чтобы соблюдать свои личные границы, нужно их сперва расставить. Расставить личные границы можно только определить, что для вас вредно, что для вас не вредно. Вот, и подразделив границы на внешние, то есть, когда вы запрещаете людям поступать с вами так или иначе. И на внутренние, когда вы просто не реагируете на подобное, ну, скажем так, на подобное нарушение ваших личных границ. Вот, например, мама, да, она, допустим, нарушила ваши личные границы, да, тем, что вот сказала вам, ну, то, что сказала. И она нарушила, да, потому что для неё, как бы, для неё этих границ нет. И, естественно, объяснить ей, что нарушены ваши личные границы вы не можете, потому что для неё их нет. Но нарушены только внешние границы, внутренние нет до тех пор, пока вы не позволили втянуть себя в перепалку, например. И, там, ну, такие вещи. Соответственно, вот именно в таком ключе вам стоит двигаться. То есть маме доказывать ничего не нужно. Для мамы вы ребёнок. И как бы вы не пытались своей маме что-либо доказать, у вас это не получится никак. Потому что это нереально. Но проблема, проблема коммуникации у вас остается. Я, помнится, отвечал вам уже на один вопрос, который вы задавали. Надеюсь, что вы там к моим рекомендациям прислушались и прислушитесь сейчас к тому, что я говорю. То есть мама, она, вот скажем сразу, она не права. Да, она не права, что вынуждает вас заводить детей и встречаться с парнями и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Вот. Но и вы немного не правы в том, что... Если вы отказываетесь об... От... Взаимодействия, да? Вот. с людьми. Это тоже неправильно. То есть мама неправа и в принципе вы тоже правы не до конца, лишь отчасти. И вот баланс, баланс и необходимо соответственно восстановить. И для того чтобы восстановить баланс, нужно понять почему он разрушился, почему он морочился. А пока, пока, я вижу, что ваша мама, возможно, чересчур вас опекает, либо опекает, либо давит на вас. И вот это, возможно, привело вас к ощущению того, что вы не такая, что вы недостаточно хорошая, недостаточно соответствуете каким-то стандартам, нормам, как того требует ваша мама, например. И из-за этого вы уходите в такую альтернативу, из-за этого вы уходите в сопротивление, в контру и, соответственно, из-за этого у вас ничего не получается. Начать не стоит с детско-родительских отношений. Поверьте мне, сейчас это очень легко, в силу того, что вы достаточно молоды. Вам нужно только признать проблему, что с людьми у вас не вяжут. И учиться выстраивать отношения не по-детски, как вы это делали до этого, а по-взрослому. Как бы добавить взрослой женщине, какой вы и являетесь уже. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.